привет друзья это истинный следователь это продолжение серии обзоров про netop asus 1033 систему охлаждения я уже предыдущих обзорах многое описал сейчас хочу еще добавить интересные факты дегра инженерии азиатской смотрите вот такие вентиляторы которые ставятся ноутбуки везде небольшие устройства он как бы вакуумный он с одной стороны создает вакуум сюда воздух затягивается отсюда вылетает но он двух сторон они дырки делают дебилоиды от этого хуже эффективность падает потом 20 ватт где-то энергопотребление процессор и видеокарта nvidia а сам радиатора нету вот трубка тепловая она сплющена это плохо потому что по ней же там мире не двигается жидкости газ вот эта часть не алюминиевая ой не медная то есть хуже тоже по дает масса маленькая радиатора то есть опять же плохо тепло россии вы здесь бы я еще поставил радиаторы дополнительные чтобы сразу тепло отводить и вместо этого этого вентилятора вакуумного к на одну одну сторону либо а просто обычный вентилятор я уже рассказывал такой вентилятор который дует и все потом просто через сопла такое направленное оно будет снаружи здесь вот такая площадочка интересная ничего живот не делает по сути что вот это за тупиловка тоже тепло что ли отводит тепло не так отводит где грозят и и еще это как бы низ смотрите сейчас котенок подожди машинок вот видите это низ то есть получается как ловушки дать и горячие чипы и жесткий диск тоже сильнее обычно он до 45 греется в этой на топе до 55 когда так переворачиваете воздуху некуда уходить здесь вот есть отверстие но я объяснил это неэффективно дальше он рассчитан на такое положение рассчитан там ножки есть дальше вот так вот ставите здесь вот крепление есть но нет у меня уже крепление но можно поставить и воздух тогда проходит охлаждает жесткий диск и сюда и как бы вытягивается но здесь нужно было сделать отверстие чтобы жесткого диска воздух выходил но здесь вот я имею ввиду вот здесь вот потому что здесь выдувается процессора тоже жесткого диска некуда выходить здесь видите забираются воздух до отверстия есть снизу до отверстия есть более-менее мог бы двигаться но на самом деле еще нужно было сделать сетку напротив жесткого диска и здесь не может по бокам даже я бы сделал со всех сторон то эти 20 вот очень сильно греют на топ процессор 70 жесткий диск 50 до 60 дофига в общем и они неправильно сконструировали хотя элементарно все можно было сделать просто немножко корпус побольше радиаторов побольше и здесь вот там какой-то радиатор тоже надо было сделать с перфорацией наружу вот но то что такая информация что я понял за последнее времени действительно он нагревается и это спроектировано изначально на тайване а сам вот греция без конца вас эти штуки и здесь еще в этом дождался дефект по моему показывает сенсор вместо 12 вольт плюс 14 вольт и минус 14 такая фигня какая-то проблема надеюсь преобразователь питания где-то стоит обратите тоже на это внимание все пока ребята это был истинный следователь система питания его попросту нет здесь